Всем добрый день! Сегодня хочу приготовить закуску и закорочку. Вот взяла два штучки. Я сейчас хочу удалить косточку и приготовить в вине, в красном вине. А потом это будет у меня как холодная нарезочка. В общем, как всегда, во всем по порядку, а я пойду удалять косточки. Так, берем макарочок, гуску. Ну, раз ставить на стол, значит, надо удалить. А вообще, очень ее люблю. Тут я ее промыла. Лишний жир, если нужно, я удалю. Начинаю вот сверху. Вот этот сустав мне вокруг нужно обрезать. Вот так вот его. Прям до косточки. Все, теперь беру и вот так начинаю выламывать. Заламывать ей лапы. Хрустну там. И прокручиваем. Все, вытащила. Все это легко. Вот она бедро, вернее голень уже освободилась. Ну, а теперь начинаю здесь. Здесь, вдоль косточки, аккуратно-аккуратно начинаю все это зачищать. Сейчас я просмотрю. Может, что-то здесь осталось. Все, чисто, идеально. Выворачиваю. Вот она. Вот он окорочок целый, без кости. Все, можно фаршировать. Сейчас я поработаю со вторым. Окорочка готовы. Ну, а теперь что? Соль, специи. И приготовила я орехи и чернослив. Хотите, курагу добавьте. Все, со всех сторон сейчас я это промазываю хорошо. Вот так. И сюда закладываю в середину орешки и чернослив. Сразу поделю на две. Сюда и туда. Вот так. Зашивать я не буду. Я постараюсь аккуратно это просто сложить, чтобы уже ни нитками, ничем не пользоваться. Все, вот хватит мне. Вот так вот он будет один. И сейчас второй сделаю. Здесь заправляю все. Все, пойдем на сковороду. Все, масло нагревается. Берем окорочок. Аккуратно вот так его кладем, чтобы запечатать нам и сделать корочку румяную. А потом уже будем вино добавлять. Сейчас чуть-чуть вот так прихвачу. Вот, все. Пока я нашла специи, одна сторона зажарилась. Вот так аккуратно переворачиваем. Конечно, если хотите, поработайте нитками. Ну, я не стала. Все, вот так аккуратно, аккуратно. Сейчас мы их вот так друг в дружке. Вот, чтобы они держали друг друга. Все, я посмотрела. Вторая сторона тоже уже румяная. Высыпаю специи. Корица, розмарин, гвоздичка. Температуру уменьшаю в троечка. И вливаю красное вино. Вот так. Все. Закрываю крышечкой. И пусть она томится. Всеми ароматами у нас наполняется. Минут 10. Аккуратно перевернула. Смотрите, какой цвет окорочка приобрели. Не подумайте, не пригорели. Это именно красное вино. И чернослив дает такой оттенок. Так, все. Сейчас снова закрываю крышкой. И еще минут на 10. Все. Я аккуратно сняла. Видите, все парит. С пылу, жару. Аромат стоит. И вино, и специи, и чернослив. Теперь я приготовила тарелочку. Все, что-то должно уплотниться. Вот так закрываю. Вот она моя баночка с медом. Пусть постоит пока в комнате, чтобы остыла. А потом уже в холодильник, чтобы хорошо спрессовалась и уплотнилась. Все, принесла я бедра из холодильника. Вот они уплотнились. Ну и теперь будем нарезать. Да, кстати, чернослив выпал. Я, конечно, сразу попробовала. Ой, какой же он ароматный. Пахнет вином, но при этом он безалкогольный. Ну, до чего вкусный. Все. Сейчас будет у нас с вами холодная нарезка. Прошу прощения. Как обычно, в ответственный момент звонит телефон. Все, дорезала. Что у нас получается? Здесь орех, здесь чернослив. Вот так можно уложить на тарелочку и подать, как... Чуть-чуть не дорезала, как холодную закуску. Вот такая красота. Сейчас я сделаю все красиво и вам покажу. Ну и заодно кусочек попробую. Нарезала. Конечно, я попробовала. Что я вам скажу? Это вкусно. Орехи, чернослив. Вот все пикантно. Слышно травки, слышно аромат вина. В общем, это в любом случае лучше, чем мы сделаем нарезку из колбаски. Это домашняя. Собственно, ручная. Я думаю, все оценят. Да, кстати, если делаете для своих, нитки не нужны. Все ловко, не спеша и в то же время уверенно уплотнили, груз положили. Великолепно все держится без всяких ниток. Ну а там решайте сами. В общем, пробуйте, готовьте. Это вкусно. Всем, кто за столом, приятного аппетита. Ну и, как обычно, мои любимые. Приходите завтра. Субтитры сделал DimaTorzok